Продолжение следует... Наши друзья находятся в местах лишения свободы только за то, что не согласны с властью. 53-летний кандидат математических наук Сергей Кривов и еще 9 наших товарищей находятся в тюрьме за то, что вышли на митинг и заступились за людей, которых избивала полиция. 41-летний эколог Евгений Витишко отправлен в колонию на 3 года только за то, что выступил против строительства дачи губернатора Краснодарского края Ткачева в природоохранной зоне. На Марка Гальперина, Ильдара Дадина, Владимира Ионова заведены уголовные дела за то, что они просто вышли на улицу с плакатами тематического содержания, так записано в уголовном деле. За это им грозит до 5 лет лишения свободы. Станислав Калиниченко из Кемерба был посажен только за то, что разместил на своей странице призыв «бросайте ходить на митинги и начинайте действовать». Студентка 4-го курса Российского государственного университета в Петербурге Оксана Борисова была арестована только за то, что поделилась на своей страничке ВКонтакте записью о народном сходе в минеральных водах. Светлана Давыдова, многодетная мать из Вязьмы, позвонила в украинское посольство и сообщила о том, что известно давно всем, что военнослужащие принимают участие в войне на Украине. Сейчас ее обвиняют в государственной измене и ей грозит до 20 лет. Десятки людей арестованы в Москве за поддержку Надежды Савченко, которая была похищена на территории Украины и сейчас незаконно удерживается в российской тюрьме. Таких историй тысяча. В несвободной стране не может быть ни достойной медицины, ни сильного образования, ни развитой экономики. В несвободной стране люди не работают и не развиваются. Они из нее уезжают. И мы обращаемся к таким же, как мы, гражданам России, которые, как мы думаем, просто не знают, что делать. Давайте думать и делать что-то вместе. Каждый день в 19.00 мы встречаемся здесь, возле памятника Жукова в Москве, для того, чтобы создать первое гражданское, внеидеологическое, внепартийное движение, целью которого будет отменить репрессивные законы, остановить войну и заставить власть соблюдать наши права и свободы. Это не митинг и не акция. Мы не собираемся воевать с полицией или с политическими оппонентами. Мы хотим увеличить количество единомышленников и стать большинством, от которого власть уже не сможет отмахнуться. Мы делаем это на улице, а не в интернете, потому что мы хотим действовать и не выпускать пар. Потому что это наш город, наша страна и наша жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова